К 2020 году российские города с населением более 300 тысяч человек должны перевести на природный газ как минимум треть пассажирского и коммунального автотранспорта. Чуваша уже разработала план действий. О целях и задачах на ближайшее время рассказал журналистам министр транспорта Владимир Филиппов. По программе перевода пассажирского и коммунального автотранспорта на метан планируется приобрести 357 единиц техники. Для предприятий и организаций, которые будут увеличивать свой автопарк за счет метановой, техники предусмотрены льготы и преференции. Впрочем, они и так не останутся в накладе. Сегодня самое экологическое топливо. Если взять по цене, то мы посчитали, у нас на сегодняшний день 18 автобусов находятся на балансе Чуваш автотранса, который работает на компрессорном природном газе. И в год экономия чисто по топливу составляет на один автобус порядка 600 тысяч рублей. Приводить существующий транспорт на природный газ дорого, а потому нецелесообразно. В Чувашии продолжат закупать новый метановый автотранспорт. На эти цели в бюджете следующего года предусмотрено 30 миллионов. Еще 15 субсидий из федерального бюджета. Одновременно будут создавать сеть газокомпрессорных станций, стационарных и модульных. Мы обследовали на сегодняшний день 12 земельных участков, которые предполагалось по строительству АГНКС. К сожалению, 6 из них не подходят. Один земельный участок в Канарском районе потенциально на сегодняшний день определен по строительству АГНКС. По последним данным о Газпром газомоторное топливо на территории Чувашской республики предполагается строительство трех стационарных АГНКС и трех модульных. Мы предполагаем все-таки необходимо чуть более расширенная сеть в этом направлении для того, чтобы имели возможность не только автобусы и машины коммунальной техники использовать метан в качестве топлива, но и в том числе сельскохозяйственная техника. Поэтому на сегодняшний день есть на территории Чувашской республики предприятие, которое готово сегодня подготовить и поставить тем предпринимателям, тем предприятиям, которые изъявят желание приобрести данную заправку или блок-модуль, который будет стоить порядка 8-10 миллионов рублей для заправки, скажем, автомобилей от 5-7 автомобилей в сутки. Сегодня в Чувашии только одна действующая газонакопительная компрессорная станция. Ее услугами в день пользуются до 130 единиц техники. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.